После плюсовых температур над городом нависла угроза в виде ледяных сосулек. Опасность подстерегает не только сверху, но и под ногами горожан. Подтаившие от весеннего солнца тротуары за ночь превращаются в ледовые арены. Утром катись на здоровье. Кстати, с последним лучше не шутить. Заметили лед возле дома во всех его проявлениях? Обращайтесь в управляющую компанию. Жители дома по адресу Бутина, 75, оказались находчивыми. И при обнаружении сосулек и наледи обратились в госинспекцию, которая потребовала от управляющей компании навести порядок. Так сработала краевая госинспекция. А что скажут городской? Территория, которая именно под угрозой должна огораживаться, огораживаться управляющими компаниями, либо собственниками зданий, сооружений, на которых происходит угроза. Но в первую очередь не стоит бить какую-то тревогу. Нужно обратиться в первую очередь в свою управляющую компанию, в аварийно-диспетчерскую службу этой компании. Но если же управляющая компания бездействует, тогда можно обращаться уже и в единую диспетчерскую службу города по телефону 35 50 06 35 50 07, либо в контрольную инспекцию администрации города по телефону 32 70 42. В администрации города предупредили, что нужно быть осторожнее и не подходить близко к стенам зданий в период таяния снега и льда. Подозрительный шум наверху означает, что нужно прижаться к стене и укрыться под козырьком. Останавливаться и разглядывать источник шума не стоит. Это может быть сход растаявшей снежной массы, борьбу с которой усиленно продолжают сегодня по Бутина 75. Вы со скольки тут занимаетесь? С 7 утра. С 7 утра? И вот это все вы сделали? Да-да-да. Сложно отдалбливать лед? Ну, конечно, вот оптали тоже. Еще не подойдешь, машины поставят в подвес, то все... Как все в подвес не заезжают? Валерий Иванович, можно я попробую? Пожалуйста. В администрации города разработали специальный график очистки улично-дорожной сети от снега и смета на март месяц. На официальном сайте краевой столицы можно уточнить, в какое время и в какой день техника подъедет в подмогу к вашему дворнику. Юлиан Тимофеев, Владимир Дементьев, РТК Забайкалья.